Здравствуйте, дорогие шестиклассники! С вами Мещерина Наталья Викторовна. Я проведу урок русского языка. Сегодня мы с вами повторим всё, что мы знаем о глаголе. Тема нашего урока «Глагол как часть речи. Повторение, изученного в пятом классе». Ребята, глагол – это одна из самых удивительных частей речи. Известный лингвист Пешковский так сказал о глаголе. Глаголы – это какие-то живые слова, оживляющие всё, к чему они приложены. Известная художница вот так изобразила глагол и назвала его «Дядюшка-глагол». Я предлагаю повторить глагол по такому плану. Общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Обратимся к общему грамматическому значению. Что мы с вами уже знаем? Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие и отвечает на вопросы, что делать, что сделать. Морфологические признаки глагола. Начальная форма. По-другому начальная форма называется инфинитив или неопределённая форма. Начальная форма глагола отвечает на вопросы, что делать, что сделать. Каждый из вас обязательно должен уметь определять начальную форму глагола, потому что именно по начальной форме мы определяем постоянные признаки глагола. Они называются постоянными, потому что никогда не меняются. У инфинитива есть определённые показатели. Это окончания ть-ти и нулевое окончания, если глагол оканчивается на че с мягким знаком. Например, играть окончание ть и ти окончание ти стричь нулевое окончание, потому что глагол оканчивается на че с мягким знаком. Инфинитив – это неизменяемая форма глагола, поэтому в предложении может быть и подлежащим. Обратите внимание, читать всегда полезно. Инфинитив может быть дополнением. Я посоветовал ему что? Обратиться к учителю. Инфинитив может входить в состав глагольного сказуемого. Я решил продолжать учиться. Сказуемое решил продолжать учиться. Инфинитив – неизменяемая часть речи. Постоянные признаки глагола. Вид глагола. У глагола выделяется два вида – несовершенный и совершенный. Несовершенный вид – это незавершённое действие. Что делал? Что делает? Что будет делать? Например, решал, читает, поёт. Действие ещё не завершено. Совершенный вид – ваш результат. Это завершённое действие. Что сделал? Что сделает? Обратите внимание, в вопросе есть приставка «с». Например, решил, прочитал, спел. У глагола совершенного вида нет настоящего времени. Эти глаголы могут стоять только в прошедшем времени и в будущем. Следующий постоянный признак – спряжение глагола. У глагола выделяется два спряжения – первое и второе. Я советую запомнить глаголы, которые относятся ко второму спряжению. Во-первых, это все глаголы на «ить», кроме «брить», «стелить». Во-вторых, это одиннадцать глаголов-исключений. Семь из них оканчиваются на «еть», четыре – на «ать». Их можно запомнить по-разному. Я предлагаю запомнить в форме стихотворения. «Видеть», «слышать» и «обидеть», «гнать», «держать» и «ненавидеть», «изависеть» и «терпеть», «дышать», «смотреть», «вертеть». К первому спряжению относятся глаголы «брить», «стелить» и все остальные глаголы на «еть», «ать». Абсолютно все глаголы на «о», «оть», «уть», «ыть», «ять». Как же определить спряжение глагола? Двумя способами. Если окончание глагола ударное, то спряжение определяется по окончанию. А если окончание безударное, то спряжение определяется по инфинитиву. Например, «споет», ударное окончание «йод». Сразу определяем спряжение. Первое спряжение. Или построить. Какую же букву написать? Для этого нужно глагол поставить в инфинитив. Что сделать? Построить. Глагол оканчивается на ИТЬ. Это глагол второго спряжения, значит, напишем букву И. Построить. В русском языке есть еще и разноспрягаемые глаголы. Хотеть, бежать. Почему, напомню, они называются разноспрягаемыми? Потому что при изменении у них появляются окончания и первого спряжения, и второго спряжения. Посмотрите, глагол Я хочу, Ты хочешь, Он хочет. Окончание первого спряжения. Мы хотим, Вы хотите, Они хотят. По окончанию этот глагол можно отнести ко второму спряжению. Поэтому глагол хотеть разноспрягаемый. При изменении у него проявляются окончания и первого спряжения, и второго. То же самое происходит с глаголом БЕЖАТЬ. Я бегу, Ты бежишь, Он бежит, Мы бежим, Вы бежите. По данным окончаниям этот глагол можно отнести ко второму спряжению. А вот в третьем лице множественного числа они бегут. По окончанию УТ можно сказать, что этот глагол относится к первому спряжению. Поэтому глагол БЕЖАТЬ тоже разноспрягаемый. Запомните, глаголы хотеть и бежать разноспрягаемые. Следующий постоянный признак глагола – возвратность. Какие же глаголы называют возвратными? Всё очень просто. Возвратным глаголом является тот глагол, который имеет постфикс СЯ или СИ. Что такое постфикс? Это суффикс, который находится после окончания. Поэтому окончание всегда будет перед постфиксом СЯ и СИ. Например, УЛЫБАЕТСЯ – постфикс СЯ. СМЕЮСЬ – постфикс СИ. Данные глаголы мы называем возвратными, потому что у них есть постфикс СЯ или СИ. Следующий признак – переходность глагола. Глаголы бывают переходными и непереходными. Глаголы, которые сочетаются с существительными, числительными или местоимениями в винительном падеже без предлога, называются переходными. А остальные глаголы – непереходные. Ещё раз. Переходными глаголами называются те глаголы, которые могут сочетаться с существительными, прилагательными и местоимениями в винительном падеже без предлога. Например, БРАЛ КНИГУ. БРАЛ ЧТО? КНИГУ. Глагол БРАЛ ПЕРЕХОДНЫЙ, потому что он может сочетаться с существительным в винительном падеже. ВСТРЕЧАТЬ ЕГО. ВСТРЕЧАТЬ КОГО? ЕГО. Глагол ВСТРЕЧАТЬ ПЕРЕХОДНЫЙ, потому что он может употребляться с местоимением в винительном падеже. А вот глаголы «летел», «болеет», «стоял», «страдает» – непереходные, потому что они не могут употребляться существительными, числительными и местоимениями в винительном падеже. Перейдём к непостоянным признакам глагола. ВРЕМЯ глагола – настоящее, прошедшее и будущее. ВРЕМЯ глагола определяется по моменту речи. МОМЕНТ РЕЧИ – это настоящее время, то, что происходит сейчас. То, что было до момента речи – это прошедшее время. То, что будет после момента речи – это будущее время. Например, шла, мечтала, думала, прошедшее время. Обратите внимание, в глаголах прошедшего времени очень часто употребляется суффикс «ль». Он является показателем прошедшего времени. Дальше. ГОВОРИТ, РАДУЕТСЯ, ВСПОМИНАЕТ. Действие происходит сейчас, в момент речи. Поэтому эти глаголы мы отнесём к настоящему времени. Увидит, поймёт, задумается. Глаголы относятся к будущему времени. Остановимся подробнее на будущем времени. Будущее время может иметь сложную форму, то есть состоять из двух слов, и простую форму, то есть состоять из одного слова. Сложная форма характерна для глаголов несовершенного вида. Обратите внимание, что буду делать. Буду читать, буду, будешь читать, будет читать, будем читать, будете читать, будут читать. Как же образуется сложная форма будущего времени? Путём прибавления начальной формы к глаголу «быть». Сложная форма из двух слов. Глагол «быть» и начальная форма. Глаголы совершенного вида обычно стоят в будущем простом времени. Что сделаю? Прочитаю, прочитаешь, прочитает, прочитаем, прочитаете, прочитают. Простая форма будущего времени состоит из одного слова. Простая форма «бать». Определение остальных непостоянных признаков зависит от времени глагола. В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по лицам и числам. А в прошедшем времени глаголы изменяются по числам и родам, но в единственном числе. Например, «играю» – глагол «в настоящем времени», «сейчас играю». Это глагол первого лица, потому что к нему можно подставить местоимение первого лица «я играю». Единственного числа. «Сыграл» – это глагол прошедшего времени. Здесь есть показатель прошедшего времени, суффикс «ль», и действие произошло до момента речи. Этот глагол в мужском роде и в единственном числе. «Прочитали». Этот глагол стоит в прошедшем времени. Здесь также есть показатель прошедшего времени, суффикс «ль», и действие совершилось до момента речи. Глагол стоит во множественном числе. Синтаксическая роль глагола. В предложении глагол обычно бывает сказуемым. «Дети отправились на прогулку в лес». Дети что сделали? Отправились. Это сказуемое, выраженное глаголом. Я надеюсь, ребята, что информация вам понятна. Советую обратиться к учебнику, найти данный раздел в вашем учебнике, повторить еще раз теоретические сведения и выполнить упражнения из данного раздела. Спасибо за внимание!